В областном Акимате обсудили вопросы о дальнейшей судьбе Риддерской ТЭЦ и Серебрянского завода неорганических производств. Что ждёт предприятие и как они станут функционировать в дальнейшем, расскажем далее. Напомним, что ранее вопрос состояния Риддерской ТЭЦ вызывал опасения у жителей города, доставлял немало проблем крупнейшему потребителю энергии, градообразующему предприятию, а также вызывал нарекания главы региона. Так, по его поручению начала работать комиссия, цель которой – исследовать вопросы, рассмотреть пути решения. По итогам мониторинга выяснилось, что износ котлов на теплоисточнике составляет почти 86,5%, а турбин чуть более 56,5%. За отопительный сезон 2021-2022 годов в Восточно-Казахстанской области были зафиксированы три крупных технологических нарушения, которые были допущены только на АО «Риддер ТЭЦ». Одна авария, два отказа первой степени. Основным потребителем ТЭЦ является ТО «Казцинк». В 2021 году из-за необоснованных требований АО «Риддер ТЭЦ» при заключении договора на теплоснабжение и электроснабжение с ТО «Казцинк» соглашение было подписано только 15 октября 2021 года, учитывая, что переговоры были начаты в конце 2020 года. Данная односторонняя позиция АО «Риддер ТЭЦ» при заключении договора привела к убыточной деятельности предприятия на сумму порядка 1 миллиард тенге по итогам 2021 года. В ходе совещания были выработаны предложения по решению ситуации с предприятием. Я предлагаю с привлечением специальной экспертной организации, с вашими специалистами, со специалистами областного АКИМАТа, если надо, мы привлечем всех других, создать и сделать оценку. Вот мы с вами делаем оценку и говорим, условно это будет стоить и к стенге. Это ключевой вопрос. После чего мы смотрим ваши потенциальные возможности. В мае независимая экспертная группа должна предоставить детальную информацию о том, сколько средств необходимо потратить на ремонт, сколько инвестиций могут вложить руководители ТЭЦ, а также провести обследование всей теплосистемы «Риддера». У каждого жилого дома и социального объекта к 15 сентября должен быть паспорт готовности к отопительному сезону, заключил Даниал Ахметов. Также стало известно и о том, что Серебрянский завод неорганических материалов перешёл в государственную собственность. Будет создана рабочая группа, задача которой – провести детальный анализ всех фондов и ресурсов завода для последующего его запуска. Необходимо проанализировать состояние производственной техники, цехов, наличие кадрового резерва. Аким области отметил, что следует провести оценку перспектив завода, а также соотнести её с потребностями области. Карина Мурадова, Анна Муцепула, Алтаекпарад.